Шалом, уважаемые дамы и господа! Всем известен закон гениального итальянца Вильфредо Паретто. Соотношение 20 и 80. Если ты прилагаешь 20% эффективных усилий, ты получаешь 80% результатов. Так, например, в любой компании. Есть работники, которые практически ничего не делают, просто просеживают штаны. Есть работники, которые заинтересованы работать. Они хотят что-то сделать. Они хотят выплатить быстро кредит или продвинуться по карьерной лестнице. И наша задача из всех найти 20%. Вот эти 20% работников, они дадут продуктивность 80%. Можно использовать систему кнута и пряника, но она вряд ли к чему-то приведет. Но если мы высмотрим таких людей, как написано в Торе, помните? И Тро сказал Моше, высмотри из всей среды Израиля нужных, важных, богобоязненных, серьезных людей. И вот если вы высмотрели таких людей, вы добились того, что нужно. Все неэффективные люди, даже если они прилагают 80% усилий, они будут давать только 20% эффективности. Это интересный закон. Этот закон не родился в Италии. Этот закон родился в голове, которая называется Макетс. Когда бывший зэк, извините за такое сравнение нашего великого Йосефа, который отсидел 12 лет в тюрьме, предстал перед фараоном, увидел картину своими великими глазами, своим талантом, который дал ему Всевышний. И предложил фараону, у тебя будут 7 лет тучных, лет изобилия, урожайных лет, а потом они сменятся семью годами страшного голода. Так вот, уже сейчас, когда у тебя есть годы изобилия, ты начни со всех брать пятину урожая. Обратите внимание, пятина – это 20%. Прямым текстом Йосеф говорит, примени закон Паретта. Правда, тогда это был закон Йосефа. Но мир, он продвигается вперед. И в каждом поколении люди черпают какие-то знания из невидимого, но великого пространства мудрости. Обратите внимание, этот закон нужно применить не только в бизнесе и не только в сельском хозяйстве. Например, в семейной жизни. Очень часто мы стараемся наладить наш мир в семье, как он называется, шламбайт, подарком. Мы дарим, мы дарим сначала простые вещи, потом наращиваем ценность этих подарков. Здесь есть некий момент откупиться. Знаете, вот я целый день не дома, вот возьми эту цацку и все. То же самое, кстати, по отношению к детям. Очень часто мы не общаемся из-за занятости. Мы не общаемся с женой, мы не общаемся с детьми, не общаемся с близкими. И мы хотим восполнить этот момент какими-то подарками. Но очень часто эти подарки уже надоедают. Иногда даже мы возмущаемся, как я подарил такие великие вещи. Так вот, закон вот этих 20%, он позволяет нам найти какой-то очень эффективный способ. Например, помыть посуду. Знаете, я не знаю или могу вот сравнивать, но когда мужчина вкладывает немного в быт семьи и немного-немного физически помогает, пусть даже иногда это не нужно. Есть люди, у которых есть помощницы, есть люди, у которых нет помощницы. Но когда он может помыть посуду или сделать какие-то покупки, на которые у его супруги уходит много времени, это очень ценится. Это вот эти 20%, небольшая доля, которая дает много эффективности, дети. Дети, которые видят с собой рядом отца, они очень сильно это ценят. И иногда любой подарок не может заменить самый лучший подарок, когда отец находится с детьми. И это, кстати, актуально и в семьях, где, например, нет отца, или в семьях, где, к сожалению, нет матери, в семьях, где есть один родитель. Очень часто, наоборот, дети не видят ни папу, ни маму. И это все работает. И самый важный момент. Изучайте мудрость Всевышнего. Там вы найдете массу полезных ископаемых. И вам никто это не заменит. Шалом-шалом.